Меня зовут Гульков Виктор Николаевич, я отец многодетной семьи, от 13-го ждем, супруга сейчас в роддоме. Мы приехали из Казахстана по программе переселения в 17-м году по причине, чтобы дети получили образование, чтобы жили, образовывались, воспитывались среди русских. Вот три года назад приехали и получили гражданство, получили прописку постоянную, то есть все с документами нормально. И как только все нормально стало с документами, сразу встали на очередь на жилье. И вот по сей день пока еще ничего нет. В течение трех лет, сразу только приехали, с трудом, с большим трудом нашли квартиру, потому что было это очень сложно вообще найти с таким количеством детей. Я даже очень удивился, что люди совсем как бы не хотят предоставить до жилье. Ну, факт то, что мы нашли, сделали там порядочек, ремонтик сделали для себя, как удобно было. Это в Боровом находится. И школа рядом, вот мы очень обрадовались, что школа рядом, школа новая, вот, выстроилась, и дети там учатся. Вот, кто уже в прошлом году закончил там учиться, уже в техникуме учатся, музыкальных учатся. Вот, напротив, там Максимира, там есть музыкальная школа. И возле галереи Чижовой есть тоже музыкальная школа, там еще доченька учится. Дом, в котором мы жили, он продался, и мы были вынуждены искать другое жилье. Обратились к губернатору, ну, сразу же, потому что нам дали всего одну неделю, ну, мы 10 дней, получается, что искали, были в поиске. И нам предложили, ну, такие варианты, которые для нас совсем не вариант. Какой-то, вроде как, адаптационный центр, что ли, матери и ребенка, что, ну, только там могут размещаться мать и дети все это время, ну, без отца. Мы этот вариант не приняли. И нам друзья предоставили дом, в котором мы были прописаны. И мы сейчас, вот, пока мы там живем, к нам приезжал, мы вот обратились тоже к заму мэру, он нам приезжал в этот дом, в каких мы сейчас условиях живем, посмотрел. И, ну, сказал, что ваш вопрос постараемся решить в кратчайшие сроки, потому что, ну, действительно, семья с таким количеством детей необходимо помочь. И, ну, как-то он сказал, что очередь та, в которой вы стоите, ну, она не по очереди получите, а с резервного фонда постараемся, чтобы деньги вам выделили. И сумму назвали, что максимум можем выделить 4 миллиона. Спросили, материнский капитал вы уже потратили? Мы сказали, что нет, он у нас не потраченный, абсолютно не тронутый. Ну, вот его как раз приложите и дом купите. Тот дом, который мы нашли, его посмотрели и признали, что еще в него много, вот, непосредственно признал департамент судзащиты, Жданов нам объявил, что в него еще много вливаний надо будет сделать, хотя я сам сказал, что я все в свои руки беру, вот, все эти вливания, все это, всю доделку, переделку, я все сделаю сам. Ну, он говорит, типа, даже он такое какое-то слово с меня взял, ну, смотри, вроде, если не сдержишь, мужик или не мужик, что-то такое. Мне что-то сразу это 90-е напомнило. Морское, не морское слово. Зацепин Олег Юрьевич, ну, когда узнал, что этот дом нам не одобрили, он говорит, тогда примерно ищите 5-5,5 миллионов, такой дом ищите. Ну, мы где-то через 2-3 дня нашли, он срок поставил 2-3 дня, и мы нашли этот дом. Тоже приехали соцзащиты люди, он приехал с женщиной, я не помню, как ее зовут, представительница соцзащиты. Ну, они посмотрели, дали добро, сказали, да, вот этот дом уже в разы лучше, да, пойдет он. Ну, все, ждите решения, решение выйдет вот до такого-то числа, это число, по-моему, до 28 ноября, по-моему, сказали уже, а, декабря, по-моему, да. До 28 декабря уже ваш вопрос решится. Ну, мы рады, сидим, как говорится, дома, ну, живем, ждем, радуемся. Тут уже и 30-е, и 31-е, и уже 20-й год наступил, вот, 20-20, так сказать, и тишина, мы обращаемся, звоним, то трубку не берут, то говорят, перезвоните, то еще что-то. В общем, нам объявили, что нам предоставляют жилье, объявил кто? Зам губернатора Попов, вот первый раз мы с ним виделись, где-то это неделю назад, наверное, может чуть больше. И он говорит, что предоставляем, все, что можем предоставить, вот, это находится в Александровке. Показал мне альбом, я посмотрел, что это совсем, во-первых, ну, неудобно для нашей семьи будет. Уже в фотографиях как бы увидел. Ну, думаю, все-таки съезжу, посмотрю. Все-таки может на фотографии одно, а по факту может соответствует оно. Съездил, там было, четыре объекта предложены, планировка в четырех объектах совершенно одинаковая была. Только расположение домов, и как бы вот, один был барачного типа, но все были дома, минимум на два хозяина, как дуплеты, по-моему, называются, их назвали. Вот, один из них так более-менее подошел, ну, там очень много надо было реконструкций делать, там лестницу удалять, отопление. Ну, ладно, об этом не будем. У меня спросил, у нас спросил этот Евгений Жданов, это заместитель, или он директор там департамента судзащиты. Он спрашивает, просто скажите да или нет. Я говорю, нет. Он говорит, ладно, даже комментариев не надо, почему? Вот, и говорит, ладно, все, я доложу высшестоящему руководству. Но в Александровке нету школ вообще ни одной. Это на автобус ездит дежурный, возит учеников туда-сюда. Один есть детский сад. В общем, я магазинов, я там не нашел. По-моему, еще и нету магазинов никаких. Это Новая Александровка. Это очень далеко от города. У нас учащихся немало и в музыкальных школах, только трое учащихся в музыкальных школах. В общем, это и по бюджету очень будет тяжело. И, в общем, дети останутся, можно сказать, вообще совершенно без образования. Одним словом. Какие-то варианты вам еще предложили? Вариантов нет, никаких не предложено было. Даже совет был такой, чтобы мы это предложение все-таки рассмотрели. Потому что, скорее всего, это последнее было предложение. Вот. И все. Продолжение следует...